Добрый день, дорогие! Добро пожаловать на канал Мазокия Раша в нашу рубрику «Питание во время и после беременности». Меня зовут Анастасия Патрова, я врач-териотолог, специалист по восстановлению микробиоты. И сегодня у нас особенная тема, мы сегодня говорим о бактериях и беременности. Поэтому мы сейчас покинем кухню и пойдем в мой лечитак. Сегодня мы говорим о микроорганизмах и беременности. Эту тему на самом деле нужно разделить на две части. С одной стороны, у нас есть дружественный микроорганизм, который, например, живут у нас в кишечнике, и отвечают за многие положительные процессы. Например, прорабатывают витамины группы В, витамин К, краткозапочные жирные кислоты, участвуют в сасывании питательных веществ, и в этом плане мы говорим об их положительной роли. Но есть патогены, которые способны вызвать серьезные осложнения здоровья у матери и ребенка. Существует три основных вида пищевой токсикоинфекции, которые наиболее опасны беременным женщинам. Это сальмонелла, токсоплазма и элистрии. Что касается элистрии, здесь нужно помнить, что есть четыре краевольных кабины, которые держатся безопасное приготовление пищи. Это чистые, раздельные, холодные и приготовленные. Не стоит употреблять мясо, не прошедшее термическую обработку, а также колбасные изделия, такие как салями, сырая ветчина, тартар и другие. Также не рекомендую копченую рыбу, мягкие сыры и заранее приготовленные салаты. Взяли овощи и фрукты, приготовили и тут же спели. Что касается второго патогена, сальмонеллы, здесь правила те же. Мы также продолжаем избегать продуктов чего-то происхождения, не прошедших термическую обработку, но особое внимание яйцам. Именно они содержат сальмонеллу, которая может привести к этой пищевой токсикоинфекции. Поэтому избегаем всех соусов, которые содержатся в составе сырые яйца. Это голландский соус, соус голландес, майонез, соус цезарь, который, возможно, вы готовите дома, а также десерты, которые содержатся в сырые яйца, например, домашнее мороженое или термису. Наконец, третье виновное пищевое токсикоинфекции – это внутриклеточный паразит токсоплазма. Ее особенность в том, что промежуточным хозяином являются кошки. Поэтому, если у вас есть дома это животное, пожалуйста, особое внимание удивить гигиене. Рук, ногтей. Если вы вынуждены самостоятельно убирать окошко, то надевайте перчатки. И когда меняете лоток, пожалуйста, хорошо продинфицируйте его. Поддержите под горячей или почти кипящей водой не менее 5 минут. Если есть у вас такая возможность, то передайте это обязанности вашим близким. Второй момент. Обратите внимание на температуру поразильной камеры. Она должна быть не выше 20 градусов. При температуре ниже 20 градусов токсоплазма погибает. Ну и все остальное, что мы проговорили по пищевым токсикоинфекциям, это тоже применимо к токсоплазме. То есть моем, чистим, убираем, охлаждаем и хорошо термически обрабатываем. Закончить этот выпуск я хочу наши хорошие, дружественные микробиоты, которые живут в кишечнике. И на данный момент уже точно известно, что она передается через плаценту нашему ребенку. Примерно с 20 недели микробиом матери начинает поступать к ребенку. И общий микробиом формируется следующим образом. 70% приходит во время беременности, 10% во время родоразрешения и 20% во время кормления грудью. Таким образом вы можете позаботиться о микробиоме кишечника своего ребенка, восстанавливая свой собственный. На этом я заканчиваю. Прощаюсь с вами. Не забывайте подписываться на наш канал, ставьте нам сердечки. И до следующих встреч.